В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как прошли выборы президента России в Ленинском городском округе? Все проходит спокойно, в штатном режиме. Замечаний ни у наблюдателя, ни у членов комиссии нет. Масленичная неделя ярко завершилась народными гуляниями. Мы любим масленицу! На протяжении нескольких дней злоумышленник поджигал автомобили в поселках Ленинского городского округа. Фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В воскресенье в 20.00 закрылись избирательные участки. По предварительной информации, в Подмосковье явка составила около 75%. За продление полномочий действующего президента Российской Федерации Владимира Путина свои голоса отдали более 86% голосовавших в Московской области. Краткие итоги, как проходили выборы на территории Ленинского городского округа, подведет Максим Козлов. В Ленинском городском округе в дни выборов работали 72 избирательных участка. Кроме того, по территории муниципалитета курсировал 21 автобус для голосования в удаленных поселениях. Все было сделано для того, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов могли как можно больше жителей округа. Конечно, самое важное сегодня понимание, насколько это важно сегодня всем не остаться в стороне и обязательно отдать свой голос. Не только будущей страны, мне кажется, на будущее всего мира решается сегодня в России. В этом году избиратели имели возможность проголосовать не только очно, но и дистанционно с помощью электронного голосования. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров оценил удобство такого подхода к выборному процессу. У нас с женой сегодня возможности разошлись, она не смогла приехать со мной на участок. Поэтому прямо с самого утра, где-то в 8.30 проголосовал электронно, я приехал сегодня на избирательный участок и, соответственно, проголосовал здесь. Работу участковых комиссий контролировали руководство муниципалитета и представители депутатского корпуса. Посмотреть за ходом голосования, помимо депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, приехал Владимир Жук, депутат Думы Подмосковной. Все проходит спокойно, в штатном режиме, замечаний ни у наблюдателей, ни у членов комиссии нет, поговорили с избирателями, все в позитивном ключе, праздничное настроение. В этом году выборы совпали с одним из любимых российских праздников – Масленицей, что, безусловно, позитивно повлияло и на настроение избирателей, и на особую атмосферу на участках. У нас везде проходят масленичные мероприятия, что тоже, скажем так, сказывается положительно. Люди успевают с детьми погулять на праздниках и осуществить гражданскую позицию, выполнить свой гражданский долг. По информации, которую опубликовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, задействующего президента Российской Федерации Владимира Путина в Московской области, проголосовали более 86% избирателей. Свой вклад в эту цифру внесли и жители Ленинского округа. Я, конечно, голосую за действующего президента, я это не прячу, и за будущие страны. Я в нем уверена, и вся моя семья будет то же самое делать. Следующие выборы в этом году пройдут 8 сентября. В единый день голосования жителям Ленинского городского округа предстоит выбрать состав Совета депутатов к муниципалитетам. Максим Козлов, Ольга Садовская, Винное ТВ. В этом году 10 тысяч подмосковных детей получат бесплатные путевки в лагерь. В Министерстве социального развития области отметили, что путевки в оздоровительные учреждения получат дети из семей с низкими доходами, дети участников спецоперации, сироты, а также дети с особенностями развития. Уже сейчас на региональном портале госуслуг подано почти 3000 заявок. Если хотите отправить своего ребенка в лагерь, обратите внимание, что основная причина отказа – это отсутствие права на эту меру соцподдержки или ошибки в заявлении. На протяжении нескольких дней злоумышленник поджигал автомобили в поселках Ленинского городского округа. В результате хулиганства частично сгорели три машины, у четвертой повреждено только крыло, так как дворник вовремя успел потушить огонь. Ущерб превысил полмиллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по Ленинскому округу установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался житель Томской области. А на какой почве вы данные действия производили? На почве готовая. Ссора с девушкой заставила мужчину пойти на преступление и привела его на скамью подсудимых. В настоящее время ему предъявлено обвинение, которые предусмотрены статьями 30 и 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователем следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждены уголовные дела. Фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Площадь у Искры зажглась тысячами улыбок. Здесь танцами и песнями встретили весну. Не обошлось и без традиционного сожжения чучела масленицы. К общему веселью присоединилась и Инга Инчук. Морозная зима прошла и уступила дорогу весеннему солнцу. Жители Ленинского округа отметили это событие чаем с блинами. Масленица у кинотеатра «Искра» уже стала доброй традицией. Можно покушать блинчиков, очень вкусно. Везде идут праздники, все так ярко, все веселятся. И сам праздник хороший, добрый. Мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Мы любим масленицу! Дети проводили время за конкурсами и эстафетами. На перегонки носили воду коромыслом. Ребята постарше соревновались, кто выше и быстрее заберется на столб. Многие участвовали в этом состязании не первый год. Три года назад я пробовал, и у меня стала мотивация, чтобы я залез. И вот, я пытаюсь залезать. Кроме развлекательно-соревновательной программы, на площади у кинотеатра детей и взрослых радовали сказочные персонажи и даже старинные русские инструменты. Настроение отличное. Сегодня пораньше пошел на работу. Сейчас веселю людей и сам понимает настроение. За конкурсами и горячим чаем время пролетело незаметно. Жители дождались главного события – сожжения чучела Масленицы. По сену попрыгали, блины стояли в очереди за блинами. Посмотрели, как сожгли Масленицу. Впечатления от праздника еще долго будут согревать жителей округа теплыми воспоминаниями. Масленица «Видном» стала ярким приветствием долгожданной весны, пришедшей на смену суровой зиме. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Масленичная неделя ярко завершилась народными гуляниями по всему округу, в том числе и в новых микрорайонах. Наша съемочная группа побывала в жилом комплексе «Первый квартал», где веселый праздник был организован сотрудниками местного соседского центра. Жители «Первого квартала» проводили зиму весело и со вкусом. Праздник «Широкой масленицы» прошел по классическому сценарию с традиционными русскими забавами и угощением. Нам хотелось, чтобы она была классической русской масленицей. И для жителей мы привезли настоящую русскую печь. И наш повар готовит блины из печи. И в то же время это фото-зона, потому что детки, которые младше, они никогда ее не видели, и поэтому вот удивляем. Развлекали гостей, проводили конкурсы, скоморохи в красочных костюмах. Не отставали от сказочных персонажей юные жители. Нарядными пришли на праздник шестилетняя Лиза и ее младшая сестра Вика. Мне нравится, потому что сегодня масленица, и мы самые красивые. Мама девочек Татьяна отметила, что такие мероприятия не только создают хорошее настроение, но и объединяют соседей. Это очень интересно. Нравится всем. Мы маленькие, мы большие, мы средненькие. Всем-всем-всем. Спасибо большое соседскому центру за праздники, которые они устраивают. Это и 23 февраля, и масленица. Посмотрите, сколько людей. Все весело, интересные конкурсы, блины, да? Улыбки, радость у всех, да? Нам очень нравится. Спасибо большое. Соседский центр – это проект «Брусники». Мы, как правило, проводим не только календарные праздники для жителей, а еще сами придумываем. Мы планируем в этом году еще устроить киновечера, день защиты детей и один фестиваль. Хороводы, бой подушками, бег на деревянных лыжах, перетягивание каната не оставляли равнодушными ни детей, ни взрослых. И еще, еще, еще. И стоп, отпускаешь канат, молодцы. Ну, перетягивание каната. Первые схватки между третьим и первым домом победили, между седьмым и третьим уже нет. Ну, нормально, классно. Мне понравилось кататься на лыжах и нестягивание каната. Чтобы соседи объединялись, было комьюнити и соседи, и, ну, думаю, нужно. Не обошлось и без главного угощения праздника. Румяных блинчиков со сгущенкой и вареньем хватило каждому. Я сегодня съела целую тарелку блинов. Их было целых миллионов штук. Масленцы являются одним из таких неотъемлемых праздников в целом всей России. Дети в целом должны знать праздники, там их обычаи, традиции. И в целом это, конечно, очень хорошо о том, что это все проходит. Праздник продолжился веселыми песнями и танцами. К слову, чучело-масленица решили не сжигать, так как оно получилось слишком красивым. И поэтому кукла останется в жилом комплексе, как талисман наступающей весны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова